Всем привет! Вы на канале Секреты вязания. Всем привет, мои дорогие друзья-подписчики! Сегодня у нас самый подробный обзор на YouTube вот такой вот замечательной пряжи Silk Mahaer от фирмы Sandesgarn. Ну что ж, давайте сразу приступим к делу и будем читать этикетку, как обычно. Вот так этикеточка выглядит поближе. Вот читайте все, что здесь написано. По уходу вот мы попозже прочитаем. Цвет пряжи я взяла классический молочный номер 10-12. Вот указан цвет и лот. Это норвежская пряжа, сделана в Норвегии. Вот такой молочный пухляж. Посмотрите, какая красота! Так, что нам пишет производитель? Давайте каждый вот это вот, каждый квадратик просмотрим. Значит, здесь написано U-Program и это обозначает, что можно стирать в машинке изделие из данной пряжи. 30 градусов и нижнее подчеркивание обозначает, указывает, вернее даже на то, что нужен щадящий режим. На режиме шерсти можно стирать изделие из такой пряжи в машинке на умеренном режиме, я так понимаю, да? Следующий значочек, треугольничек, перечеркнутый, нельзя отбеливать. Дальше, нельзя гладить. Буква вот эта R или P. Вещи можно чистить в химчистке, то есть химическая чистка. Следующий значок, вот этот вот. Это нельзя сушить и отжимать изделие в машинке. Этого ни в коем случае нельзя делать, потому что будет ужасное что-то будет с изделием вашим. Дальше, спицы рекомендуют 5,5. Следующий вот этот квадратик, вот он, обозначает, я так понимаю, 15 петель в ширину и 10 рядов в высоту. Как бы образец. И можно связать из такой пряжи вот такой красивый свиттерок. В составе 60% махера, 15% шерсти и 25% шелка. Потом вот здесь вот написано, не по-английски, я постаралась перевести. Это обозначает, что производитель рекомендует моющие средства, мыло, мило вот это я так понимаю. И избегать нужно ополаскивателя. Думаю, в составе ополаскивателя есть такие вещества, которые плохо влияют на эту пряжу. Это норвежская пряжа, как я вам уже сказала, фабрика находится в Норвегии и производит пряжу с 1888 года. Представляете, так уже долго они производят свою пряжу замечательную. И она продается во всем мире. Вы, мои дорогие подписчики, находитесь же в разных куточках мира. И вот поэтому вот эту пряжу, я думаю, вы сможете найти в любой стране. Основные их магазины, конечно, находятся в Норвегии, а также еще в Дании, Швеции. Так что всем привет, кто там проживает. А для других стран они продают эту пряжу через представителей, своих официальных представителей. В России, в Украине, например. Так что вот так, будете это знать. Если захотите найти пряжу от этой фирмы, Сандерсгарн, то обязательно гуглите и ищите в своей стране. Она обязательно должна быть. Есть официальный сайт этой пряжи. Я вам ссылочку на него оставлю внизу под видео. Зайдете, посмотрите. Они, кроме пряжи, еще очень красивые журналы продают. Там до 25 журналов в год они выпускают. И в этих журналах они показывают, какие модели, какие изделия можно вязать из их пряжи. Не только из пряжи в составе, в которой есть махер, а из шерсти. Разные составы. Журналы, конечно, мне очень тоже понравились. Я посмотрела на сайте. Давайте же теперь достану ниточку. Вот так она очень легко достается изнутри. Вот она так спрятана. И когда разматываете, видите, вот она как прилипает. Цепляется кедмахер за другую ниточку. Видите, как она разматывается. Ниточка очень легкая, воздушная такая. Видите, как она, как пушинка такая падает мне на руку. Вот так эта ниточка выглядит вблизи. Видите, какая она нежная, мягкая, мягкая. Вот такой пушок кедмахера насажен на шелк с шерстью. Видите. Если бы была только шелковая нитка, знаете, есть такой кедмахер только на шелке, то вот эта нитка, на которую насажен кедмахер, она была бы потоньше. А здесь, сейчас я вам раскручу ее, обрежу кусочек вот так. И будем его рассматривать. Если расслоить эту пряжу, вот сюда лыжу, вот видите, на две ниточки расщепляю. Вот так. Вот смотрите, я расщепила напополам. Получилось две нитки, да? И каждую из этих ниточек еще можно разделить напополам. Смотрите, оно уже такое здесь тонюсенькое, что я еле, еле-еле могу его взять руками, видите. Это, я так понимаю, шерстяная ниточка, а это она более скользкая такая, более гладкая и потоньше. Видите, шелк. Вот он. Так, сейчас мы будем с вами полить. Запах такого, знаете, как это, как перья горит или волосы. В общем, вот этот такой комочек, видите, который раскрошился. Это значит, что это натуральное волокно, это натуральная шерсть. Вот это одна ниточка, да? И вторую тоже. В наших обзорах будет новая фишка, будем полить пряжу. Так, и вторая ниточка, видите, тоже мы ее раскручиваем. Растираем в порошок, видите, тоже. Запахи, в общем, у меня такие стоят, как будто бы какое-то паленое перья или волосы, что-то такое. Специально отрезала пару сантиметров пряжи, чтобы проводить... Ой, вот такие эксперименты с вами. Фу, 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 фу. Ну все, достаточно. Убедились, что это натуральная нитка, натуральная шерсть. Сейчас я вам показала, как определять, что это натуральное. Видите, в порошок, в порошок все стирается. Мне хотелось показать вам, как выглядят вот эти комочки, которые сгорели, и как они в порошок рассыпаются. Как мы читали, на этикетке производитель рекомендует вязать спицами номер 5,5. Я пробовала вязать на спицах 5, номер 5, и на спицах 5,5. Разница есть. Небольшая плотность вязания чуть-чуть отличается. Когда я вязала спицами номер 5, то даже на лицевой глади видно было, что лицевая петля возле лицевой, они как бы ближе находятся, и полотно получается как будто бы такое более плотное. А именно на спицах 5,5 оно раскрывается, и как раз хватает места, чтобы расположился вот этот пушок, весь вот этот кидмахер между вот этой ниточкой и шелкой с шерстью. Чем тоньше спицы, тем меньше этого места между нитями, и вот этот кидмахер как бы забивает вот это пространство, вот это, и полотно получается более плотным. Если взять, например, спицы даже вот 3,5 или 3, то будет вообще такое плотное у вас полотно, и даже можно связать из него какой-то свитер, платье. Оно не будет почти просвечиваться, и его можно будет носить под низ какой-то, не знаю, топ под цвет в тон пряжи, или бежевый топ, который подойдет под любой цвет пряжи. Но все же спицы 5,5 очень хорошо подходят для этой пряжи, и в том случае, если вы будете вязать вот палантин, как я вот сейчас вяжу палантин, то в таком случае можно и не брать спицы потоньше, не нужно. Красиво очень, видите, как смотрятся ажуры из этой пряжи. Вот здесь вот я вывязывала, это не шишечки, нет, это, знаете что, это нупы. Мы с вами будем их еще вязать. Покажу вам, как можно вывязывать разные нупы, только на них уходит немножко больше пряжи, чем если вы просто вяжете ажуром. Когда вывязываем нупу, то нужно делать накиды, делаем, 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 и из-за этого расход пряжи увеличивается. Но все равно вот я вяжу палантин, и для такого достаточно большого, хорошего размера палантина понадобится мне всего лишь 2 моточка пряжи. Представляете, вот этот моток весит всего лишь 50 грамм, а метров здесь аж 280, то есть здесь очень хороший метраж в этой пряже. И для палантина, для моей модели, которую я придумала, нужно всего лишь 2 мотка пряжи. Конечно, можно и больше пряжи использовать, купить можно и 3 моточка пряжи, но тогда у вас останется из третьего мотка, где-то третья часть, или даже, может, плюс-минус, больше или меньше, смотря какая у вас плотность. И смотря сколько вы провяжете рядов из вот этими нупами. Чем больше вот этих рядов с нупами, тем больше расход. Мастер-класс по этому нежнейшему, вообще такому воздушному и легкому, красивому очень палантину, я вам ссылку на мастер-класс оставлю под этим видео внизу, когда он будет готов. Обязательно смотрите этот мастер-класс и свяжите такую же красоту. Цветовая гамма у этой пряжи очень большая, там я считала есть до 30 цветов, 30 оттенков примерно, и разные, и более яркие, и более пастельные такие. Так что на любой вкус и цвет, я думаю, вы найдете по-любому себе какой-то оттенок по своему цветотипу, подбирайте себе цвет пряжи. Свой палантин я вяжу на металлических спицах, это мои укороченные спицы набор Адди Кли Клейс. Кто не видел обзор на этот набор, посмотрите его, ссылочку оставлю внизу под этим видео. И также я пробовала вязать этот кидмахер, ну надо же попробовать проверить, на спицах секнит, вот этих вот, видите. Тоже здесь у меня спицы номер 5,5, я думала, что они достаточно будут гладкие для того, чтобы вязать из кидмахера, но не тут-то было. Этими спицами не так удобно вязать эту пряжу, вообще, я думаю, изделия из кидмахера, все-таки лучше брать металл, металлические спицы, и лучше, когда есть острый кончик, например, как в спицах Чиагу. В принципе, для вязания данного палантина мне было достаточно и этих, моих любимых Аддиков. Но если у вас есть набор Чиагу, там удлиненный, более такой острый кончик, то таким острым кончиком удобнее будет вам вязать нупы. Но, в принципе, можно справиться и такими обычными спицами Адди. Все-таки в этих спицах бамбуковых, ну, недостаточно, они такие скользкие для кидмахера, ну, есть разница все-таки, да. Но попробовала, теперь знаю, и лично я не советую вязать на бамбуковых спицах любой кидмахер, только металл. Мне кажется, металл скользкий, самый подходящий инструмент, вот такие металлические спицы. В общем, если будете вязать какое-то другое изделие, не такое вот, как у меня, ажурное, а более плотное, то берите пряжу, вяжите образец и смотрите уже по образцу, нравится ли вам он или нет. Хотите плотнее или хотите поажурнее, тогда берите спицы потолще. В начале вот я набирала спицами потоньше, потом перешла на 5,5. И даже вот сейчас, мне кажется, будет вам заметно, вот я вижу разницу, здесь связано полотно чуть плотнее, видите. В общем, зависит от вашей задумки номер спиц, которые вы будете использовать для вязания из этой пряжи. Мне очень еще понравился один факт такой, а то, что вот эту пряжу, этот силкмахер можно комбинировать, можно компоновать с другими видами пряжи этого же производителя. Я вам где-то вот здесь сбоку напишу название вот этих пряж, которые можно компоновать с этим прекрасным китмахером. Там разное название, посмотрите на сайте уже более подробно. Разные составы, вот посмотрите по названиям на сайте уже Сандерсгарн, и будете уже думать, с какой пряжей лучше скомпоновать этот китмахер, чтобы получить то или иное изделие. Там есть прекрасная шерсть, с которой можно вот соединить эту ниточку тонкую китмахера, и будет у вас замечательный кардиган, теплый. Следующий момент, все спрашивают, колется ли вот эта пряжа, колется этот китмахер или нет. Значит, смотрите, если вот так вот прикладывать даже вот к запястью, просто приложить или к щеке, или к шее, то когда убираешь вот этот моточек, то остается ощущение такое покалывание даже на руке у меня, чувствительная кожа у меня, наверное. А на шее, если я вот так касаюсь к шее или к щеке, то тем более остается такое ощущение покалывания. То есть, если, например, брать из 5 баллов, то где-то на 0,5 или даже на всю единичку, вот этот махер покалывает. Ну, у кого более чувствительная кожа, тот будет чувствовать. Кто вообще, знаете, есть такие люди, которым все равно, то тот не будет чувствовать. Также эта пряжа не косит. То есть, если вязать только лицевую гладь, вот как здесь, например, здесь дальше будет участок такой лицевой гладью, то пряжа ложится ровно. Нету такого, знаете, что она косит вправо или влево, нет. Все красиво идет по прямой, петелька к петельке. Посмотрите, вот я натяну даже немножко, видите. Как лицевая гладь, так и изнанка, видите. Несмотря на то, что спицы крупного размера, все равно, видите, какая красивая получается гладь, что изнаночная, что лицевая. Сам ворс на вот такой пряжи, видите, он как будто бы так скрученный. Есть такие, знаете, кидмахеры, когда ворс такой более пушистый, длинный, что ли. И он так более стоячий. А этот, видите, он как будто бы так скручивается петля к петле. И он, видите, он короткий, не сильно такой длинный. Вот, смотрите. И очень хорошо он, сам вот этот кидмахер держится на основной ниточке. Он не лезет. То есть, если взять вот этот палантин или шарф этот, обмотать его вокруг шеи или набросить на плечи, то на одежде не остается. По крайней мере, я вот примеряла, сколько не примеряла, ворс вот этот не остается. На плечах ничего нигде не лезет. Он остается весь на палантине. Также за счет вот этого шелка и шерсти очень хорошо держит форму изделие. То есть, если туда-сюда его потянуть, туда-сюда вот так вот, все равно оно, вот какое было, такое и осталось. Такого же размера никуда не растягивается. Хорошо, в принципе, держит форму. И еще хотела вам вот что показать. Смотрите. Если вы надумаете что-то вязать лицевой гладью, то знайте, что вот этот, я так думаю, это из-за того, что здесь такая идет скрутка шерсти с шелком, что край подворачивается, видите. То есть, я вот как не выравнивала, все равно немножко подворачивается. Там, где идет ажур, еще более-менее оно более так старается как бы ровно держать форму. Я думаю, после ВТО, после стирки оно выровняется. Но там, где идет гладь, видите, оно вот сильнее подворачивается. Это такая скрутка у пряжи, поэтому оно так и подворачивается. Но, так как мы будем этот палантин носить как шарф, то нам, в принципе, ничего страшного, что вот это подворачивается. Мы его вот так сдрапируем. Тут особо незаметно мы его и так, видите, складываем, складываем. И оно там чуть-чуть, если подвернулось, то ничего страшного. Вот так вокруг шеи обматываем и носим, видите. Так что это вообще мелочь. Но стоит учитывать это, если вы будете вязать только лицевой гладью какое-то изделие. Если будете компоновать этот китмахер с какой-то толстенькой пряжей потолще, то тоже нужно вязать образец и смотреть, будет ли подворачиваться край. И, исходя из этого, уже будете подбирать узоры, чтобы с помощью узоров выравнивать край, чтобы он не подворачивался. В общем, это я так заметила для себя, что край немножко подворачивается там, где именно лицевая гладь. Там, где ажур, вот я же говорю, видите, он более-менее старается ровненько держаться. Но и то, видите, вот здесь уже подгибается, подвернулся. Но ничего страшного. Эта пряжа не бюджетная. И цены смотрите уже на сайтах в своем городе, в своей стране. Потому что, я же говорю, пряжу продают в разных странах, в разных магазинах. Поэтому ищите, смотрите цены в интернете. Кстати, еще же хотела вам сказать, что если распускать эту пряжу. В общем, когда я связала образец, я же думала, подбирала узоры для палантина. И распустить решила немножко. То я вам так скажу, что один раз можно распустить. Ну, один раз. И второй раз, это, ну, лично для меня, я вот так себе решила. Один раз я себе разрешу что-то там где-то распустить, если где-то там сделала какую-то ошибку. Но второй раз, это второй раз, это последний запасной шанс. Последний шанс, который можно использовать. В общем, используйте его только очень в крайних случаях, если уже ничего нельзя сделать. И 100% нужно только перевязывать. Потому что если распускать два раза, связали, распустили, связали, распустили, то пушок очень забивается. И потом такие получаются комочки. В принципе, после стирки оно немножко может распушиться. Но все же, не распускайте кидмахер. Старайтесь связать изделие из такого материала, из такой пряжи с первого раза. Главное, вяжите образец, рассчитайте все по образцу, и тогда у вас получится все с первого раза. Вот, посмотрите, как распускается образец. Видите, кидмахер, ниточки скручиваются между собой, вот эти волокна кидмахера. И особенно там, где нупы, вообще сложно будет распустить. Это я вас предупреждаю сразу, что если у вас много вот таких шишечек, узор с шишечками или с нупами, то очень сложно будет распускать, особенно второй раз. Уже нитка будет совсем иметь другой вид, некрасивый вид. Поэтому старайтесь не перевязывать ничего, когда вяжете с такой нитки. Еще хотела показать один момент, как присоединять нитку, как соединить нити. Просто складывайте вот так вот. Я так соединяла. Делала узелок. Сейчас он пушистый такой. Вот обычный узелок. Делаем вот такой, видите? Обычный вот так затягиваю. Хоп! Все, оно тут намертво завязалось, этот кидмахер там запутал все. И лишнюю длину просто обрезаете. Все, в полотне ничего видно не будет. Все, вот так вот. Что можно вязать вообще из такой пряжи? Можно вязать, девочки мои дорогие, все что угодно. И вот палантины, шарфы, свитера, регланом или сточным рукавом. Кардиганы, шапки можно, детскую одежду можно, шали, платки можно вязать, пончо детские можно вязать. То есть все что угодно. Можете зайти на сайт, вот этот Сандерсгарн. Здесь на этикетке сайт, сам сайт производителя не указан. Но вы в гугл просто вбейте вот так Сандерсгарн. И сразу найдете кучу-кучу ссылок, кучу магазинов. И на этих сайтах официальных представителей уже будете смотреть, какие изделия можно вязать из такой пряжи. Там просто масса красивостей, таких вообще классных таких изделий. И по цветовой гамме все так классно подобрано. В общем, зайдите, посмотрите. Я надеюсь, этот подробный обзор, я вроде бы все сказала, свои впечатления об этой пряже вам рассказала. Пряжа просто прекраснейшая. Мне очень понравилась. Мягкая, немножко, я же говорю, покалывает. Обязательно всем советую попробовать вязать что-то из этой пряжи. В первую очередь можно вязать из такой пряжи подарки. Вот особенно на новогодние праздники, рождественские, берете, вяжете палантины, свитера, не знаю, платки на подарки. Сейчас это все так популярно. Так что я думаю, вы по-любому захотите попробовать и что-то свяжете. И вот этот палантин же мы с вами будем скоро вязать. Ссылку на мастер-класс по палантину тоже оставлю внизу под видео. Он вяжется не сильно сложно. Постаралась сделать так, чтобы и новички справились, а старички в вязании так тем более. Что вам тут его вязать? Надеюсь, мой обзор поможет вам в выборе пряжи. Все впечатления, которые сложились об этой пряже, я вам рассказала, поделилась. Если вы вязали из такой пряжи, то обязательно в комментариях пишите свои впечатления об этой ниточке. Пишите в комментариях, что вы вязали, как изделие в носке, как вы за ним ухаживаете, как стираете, как оно повело себя после стирки. В общем, все-все в комментариях пишите, чтобы под этим видео собрать как можно больше полезных отзывов об этой нитке. Пишите побольше ваших отзывов, мы все будем вместе их читать. Все, кто захочет что-то вязать из такой пряжи, делитесь этим обзором в соцсетях, чтобы побольше знали людей об этой пряже. Подписывайтесь обязательно на мой канал и встретимся в следующих видео мастер-классах, обзорах и так далее. Пойду довязывать уже палантин. Всем пока-пока!